И к нам присоединяется телеведущая, заслуженный мастер спорта, рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях Иоланда Чен. Добрый вечер, Иоланда. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, очень приятно. Иоланда, скажите, а вы шубы носите и вообще любите меха? Ну, шубы, конечно, в нашей стране не носить просто невозможно, потому что, ну, реально климат серьезный, суровый, очень холодно, и зима, снег, морозы, и до 30 бывает, и даже больше. Конечно, шубу ношу, поэтому абсолютно нормально к этому отношусь, потому что, ну, в нашей северной стране, конечно, без шубы очень сложно жить, честное слово. А помните вашу первую шубу и ощущения от нее? Ну, в советское время шуба вообще считалась предметом роскоши, естественно, и женщины, у которых были шубы натуральные, тем более, конечно же, считались, ну, так вот, да, просто элитой. Поэтому, конечно, каждой женщине хотелось иметь натуральную шубу, потому что в основном это был мех такой искусственный, смешной, такой чебурашки эти шубы называли. Поэтому любая натуральная шуба, даже волчья, там, или, я не знаю, из козлика, уже считалась очень серьезным приобретением. Поэтому я, конечно, помню свою первую шубу и была очень горда и носила ее даже тогда, когда было тепло, хотя в ней было очень жарко. А где вы и ваши близкие обычно покупаете шубы? В России или за границей? Ну, знаете, за границей мне ни разу не доводилось покупать шубы, даже когда я имела такую возможность, это было невероятно дорого, поэтому я не могла себе этого позволить, вернее, даже не хотела. Поэтому я, конечно, все свои шубы покупала здесь и в советское время, и в современное время. Тем более, сейчас действительно очень большой выбор и никаких проблем с этим нет. Есть скидки хорошие и мне кажется, что у нас даже они стоят дешевле, нежели за рубежом. Когда вы приходите в меховой салон, например, в Москве, у вас есть опасения, что могут обмануть, выдать какую-то контрафактную шубу зафирменную, например? Да, конечно, это есть. Это есть у нас везде, не только в меховых салонах, а вообще в любом магазине. Однажды я купила шубу, это было много лет назад, в 90-е еще годы, когда как раз, наверное, процветал обман, потому что были какие-то такие странные вообще годы непонятные. Я купила себе итальянскую шубу из норки, которая впоследствии... Очень красивая шуба, я действительно ее долго проносила, никаких вроде бы претензий не было, но впоследствии выяснилось, что она была сделана не из тех материалов, которые позиционировались за ту цену, за которую я купила. И она вся пошла такими какими-то дырочками, все начало, ниточки все начали из нее выползать, и она стала дырявиться. Но вот, слава богу, к недоброкачественным производителям или продавцам присоединяются очень хорошие скорняки. У нас есть, правда, мастера своего дела в разных ипостасиях, поэтому я нашла хорошего скорняка, мне ее починили, и до сих пор она еще действует. Я ее маме подарила, она ее с удовольствием носит, так что вот так. А насколько адекватны цены на меха сейчас в России? Вы знаете, мне сложно сказать. Я, честно говоря, последнюю свою шубу купила несколько лет тому назад. Мне кажется, что я купила ее за нормальные абсолютно деньги, потому что она очень хорошего качества. Наверное, хорошего качества и потому, что я ее до сих пор ношу, и она как новая, она мне очень нравится. Вот, поэтому вот последние, там, не знаю, пять лет я точно шубу не покупала, поэтому даже, честно говоря, не знаю цены на них. Спасибо, с нами была Иоланда Чен. Спасибо, до свидания.